Всем привет, с вами ЛТ2, и это наше новое видео. И сегодня у нас в гостях популярный белгородский инстаблогер, мечта белгородских школьниц, встречайте, Андрей Федотов. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Расскажите, пожалуйста, о себе людям, которые вдруг вас не знают, кто вы, кем работаете, ну и так далее. Я учитель английского языка, средняя школа номер 11, города Белгород. Соответственно, преподаю английский язык в этой же школе. Что-то еще остались, ну ладно, просто вы так спросили про работу конкретно. Ну, можно что-то про блогинг еще раз. Да. Про блогинг. Буквально два года назад начал вести свой блог, ну именно так вот, осознанно, целенаправленно. Блог называется Федотов Андрей, куда я стараюсь укладывать все какие-то наши совместные с детьми наработки в плане педагогики, в плане развлечений. Я думаю, некоторые белгородцы уже это все видели, как-то восприняли, все это разделилось все-таки на два блога, кто есть против. В моей тоже школе коллеги бывают против. Есть кто за, кто активно это поддерживает, но это безумно приятно. И мне, и моим детям. Андрей, расскажите, почему вы выбрали именно профессию учителя? Мы, например, знаем, что вы учились в музыкальной школе по классу баяна. Почему вы не стали, например, музыкантом? Ну, если честно, история с музыкой, наверное, большинства подростков, когда родители захотели, чтобы ребенок стал играть, да, и развил свой музыкальный струк, поэтому, соответственно, я пошел. Порывался, наверное, раз в пять все-таки бросить, но родители стояли на том, чтобы все-таки доучился, поэтому с музыками сложилось сразу изначально. А что касается моей педагогической деятельности, то здесь получилось так, что перед университетом я пошел в педагогический колледж. И как-то там меня все это настолько затянуло, что вот мое такое общение с педагогикой продолжается вот до сих пор. А как бы вам вообще пришла идея стать блогером, учителем? И это вообще произошло, когда вы уже стали учителем, или это чуть раньше, когда вы сказали? Задатки были, да. Ну, свой блог в самом Инстаграме начал вести еще в 13-м году далеком, и тогда я его выкидывал буквально на фотографии по одной в неделю, сфотографировал какой-то завтрак, встречу с друзьями и так далее. Ничего от вас не скромешь. Касается целенаправленного ведения, как я уже сказал, два года назад я начал вести целенаправленно. Кстати, меня на это вдохновили мои школьники. Мой класс, который является классным руководством, руководителем. Мне в руки попал видеоролик одной из моих учениц, где она в какой-то более-менее шуточной форме, конечно, качество было какое-то запредельно низкое. Пытается показать, как танцуют обычные люди, как танцуют она. Как-то я подумал, почему бы нам не делать все это вместе, если делает это она, если это нравится. И тем более она никуда не выкладывает. Он просто рассылал это все по личным сообщениям своих одноклассников, и каким-то странным образом это попало мне. Я решил, почему мне не освоить какие-то видеопрограммы, почему мне не освоить какой-то, не знаю, тот же контент Ютуба. Я начал все это просматривать, узнал, что есть и вайны, есть какие-то челленджи, есть какие-то май-морнинг-рутины и так далее. Именно после этого я предложил своему учащемуся поучаствовать в некоторых конкурсах, которые были связаны с видеороликами. То есть я пошел из-за века, нашел в несколько конкурсов подобных. Они сначала восприняли все как-то негативно, если честно. Наверное, подумали, что раз педагог, то ничего такого не сможет сделать. Но все-таки как раз в первом конкурсе я поучаствовал всего лишь с одной ученицей. Мы сняли то, что хорошее, нормальный видеоролик. Тем не менее, мы заняли первое место. Ученики это все увидели, им безумно понравился какой-то сюжет, понравилось то, как, не знаю, наверное, я к этому отношусь. И теперь мы работаем, записываемся просто наперебой. Если я спрашиваю, будем ли мы записывать новый видеоролик, как вы думаете, какой ответ? Да. Да. А почему вы выбрали именно Инстаграм, а не Ютуб, например? И вообще, какой ты в дальнейшем может переведете на Ютуб? Почему не на баснике, да? Ютуб, если честно, как площадку, в принципе, не рассматривал, потому что туда нужно выкладывать полноценный продукт. Что касается Инстаграм, здесь я разбавляю каким-то фотоматериалом, которым, в принципе, предостаточно. Что касается полноценных видеороликов, то, не знаю, вы, ребята, да, вы этим живете, вам это нравится, видно. Что касается меня, то, не знаю, мне кажется, жизнь педагога не настолько активна и так далее, что это можно выкладывать в сеть. Но, конечно, при огромном желании, при, не знаю, хотении, можно, конечно, все это было организовать, но, тем не менее, именно какой-то формат Инстаграм, минутные видеоролики, которые можно действительно обрезать все ненужное, всю эту воду, и выложить как раз то, что вы не хотите. Из каких побуждений вы начали вести свою страницу в Инстаграме? Это из-за интереса большого вы хотели делиться своей жизнью, или же это может быть охота на популярность, на рекламу? Ну, ребята, все просто, это все хай. Мы так и знали. На самом деле, я понял, что, в принципе, у нас есть какой-то материал, которым можем делиться, не рассчитывал даже на весь город Белгород, не рассчитывал, что это все пойдет дальше, рассчитывал просто на учащихся своего класса. Просто был такой развлекательный момент, когда мы начали что-то выкладывать совместное, и потом, как-то вы знаете, что вы сами школьники, да, поэтому все в вашей среде распространяется очень быстро, не то, что поколение, которое, да, более старшее. Поэтому как-то вот все так пошло, целенаправленно, серьезно, ничего, в принципе, и не делал. Все пошло само собой. А как вообще отнеслись родители учеников вообще? Кто-то знает о том, что вы увлекаетесь влогингом? Ну, теперь уже да. Шучу. На самом деле, родители, конечно же, узнали одни из первых, потому что у нас есть с ними, стыдно, конечно, признаваться, но группа в Одноклассниках. Как раз поэтому это мы зарегистрировали. Тема обсуждаем все текущие вопросы, как раз, когда я зачастую укладываю видеоролики. И как раз один из первых видеороликов, который мы сняли совместно с классом, это был День матери. Дети написали песню, написали ее в стиле рэп. Мы ее с ними записали и записали видеоролик. Он получился настолько трогательный. Мы позвали всех мам, мы, естественно, просмотрели. Такое обилие слез, такое обилие просто гордости от своих ребят. Меня вот не знаю, по мне не было никогда, наверное, все это время. Как и в их мамах тоже. И поэтому все родители, настолько я знаю, нас поддерживают, все любят следить за нашим творчеством, потому что все видеоролики, которые, возможно, кому-то, и зрители недоступны в Инстаграм, они просматривают в Одноклассниках. Поэтому они с активностью, с огромной следят за нашим творчеством и ждут новых каких-то выпусков. Что касается тоже функции, как сториз, многие родители просматривают сториз, потому что мы часто с кадетами моими выходим на всевозможные соревнования, сборы, где сети просто нет. Ну, у меня с сети всегда все нормально, поэтому зачастую мы постим сториз в каких-то прикольных тоже форумах. И поэтому родители сразу знают, что с детьми все нормальные, дети одеты, обуты, согреты, и поэтому просят некоторые выкладывать сториз, ну, качающие. А как учителя относятся к тому, что вы популярны в Белгороде, где вас узнали? Занит, да. Ну, как, большинство преподавателей, конечно же, возраст немножко постарше, поэтому далеко не до всех дошел, поговорить, как и Инстаграм, поэтому здесь, да, мне, в принципе, все карты в руки. Что касается немного, да, моложе поколения, то, если честно, мы с ними такие вопросы не обсуждаем. Поэтому смотрят они, не смотрят мои видеоролики, если честно, абсолютно не знаю. Хотя, конечно же, есть тот костяк, с которыми мы общаемся, те, да, в курсе, ну, как-то вот в беседе мы как-то не блогинг, не видеоролики, да, все знают. Многие знают про то, где вы живете, где работаете, но про вашу личную жизнь особо никто ее не знает. Для вас принципиальный вопрос, вы на него не отвечаете, если кто-то задает, или просто никто ее не спрашивает? Это тайно? Ну, никто, кто не задал, просто вы меня напугаете тем, что все знают, где вы живете. Ну, из ваших подписчиков. Я понял. Угу. Ладно, адрес вам не назову. Дело в том, что, не знаю, раскрываю в своем блоге, да, вопросы, там, педагогики, вопросы общения с детьми и так далее. Вопросы личной жизни, как бы, я не рассматриваю, потому что я не психолог, я, не знаю, никак-то не связан, да, с этим видом деятельности. Поэтому, как-то, вот, не знаю, выносить просто на показ свою личную жизнь, ну, я считаю, что это, как-то, ну, не знаю, неправильно. Мы тоже что-то считаем. На показ над этим, да ладно. А вообще у вас семья есть, и жена, и дети? Нет, я еще не женат, но, как бы, с личной жизнью все в порядке. Нет. Хорошо. Про детей вы не сказали, кстати, они у вас есть. Нет, детей, конечно, и после школы, я думаю, что появится еще, наверное, скоро. Идея для видео, для Инстаграма, вообще, как приходит? Быстро? Или вы долго над ней думаете? Вот вы недавно с Саней записывали Екименко видос, вместе как-то скооперировали свои мысли, идеи? Саня тоже получилась все очень спонтанно, быстро. Она прокомментировала одно из моих, один из моих видеороликов, и решил пригласить ее школу. Почему бы нет? Тем более, да, такие забытые воспоминания. Она согласилась, приехала. Причем я хотел позвать ее просто для того, чтобы одна рассказала детям, то, что такое видеоблогинг, как, не знаю, можно с помощью него там зарабатывать, конечно, не в качестве основной прописи, но просто, как его громадно вести. Поговорив, у нас еще осталось время, буквально, скажем, минут 15. Мы решили, почему бы и нет. И, соответственно, вот за эти 15 минут мы записали мне видеоролик, видеоролик в ее аккаунт. Что касается идей в общем, то у меня тоже такого наверняка нет, чтобы думать, вот всего, мне через день нужно снять видеоролик. Нет, у меня такого нет, поэтому, когда кто-то в голову приходит, я рассказываю детям, и после этого мы как-то вместе с ними, буквально, наверное, в течение одной перемены обсуждаем, что-то вот шлифуем, додумываем, и, наверное, на следующий день уже как-то вот приступаем к моменту реализации, учитывая то, что мы стараемся снимать только вот в неурочное время на переменных, поэтому всегда очень сумбурно, быстро, как бы, без обращения большого внимания. Поэтому, то, что получается качественные продукты, конечно, речи идти не может здесь, но, тем не менее, просто мы делаем все для себя, все, как вы говорите, для фана, да? А что-то идет дальше, конечно, это нам уже тоже приятно. А с каким блогером вы бы хотели еще коллаборацию сделать? С каким блогером? Он с кем хотел, все, я вот и делаю сейчас. Да? А, и два. Сейчас наш гость останется один в кадре и ответит на несколько вопросов. Ладно, когда учился в колледже, нужно было очень быстро убрать кабинет, и я как раз был тогда еще без линз, без очков ходил, и просто зрение минус 7, и поэтому мне нужно было быстренько смести и этот мусор вынести аж вниз в мусорку. Мне стало это все углом делать, и я решил выбросить за шкаф. Ну, в итоге заходит классный руководитель мой и спрашивает, Андрей, что ты делаешь? Говорю, что, не видно, что ли? А я подумал, что-то мой одногруппник. В общем, так неловко получилось, серьезно, вот до сих пор вспоминаю, как-то вот, ну, ситуация не очень. Владимир, Владимир Владимирович Путин. Школа! Для самоотверждения, я шучу, нет, для того, чтобы, да не для чего, серьезно. Мне недавно сказали, что саморазвитие это ключ от всех дверей. И вот уже буквально года три это девиз моей жизни. И на этом ваше видео подошло к концу. С вами были ЛФ2, Андрей Федотов. И это очень классно, ребята. Подписывайтесь на них, ставьте пальцы вверх и желайте им хорошо сдать ОГ, наконец-то. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok